Приветствую вас. Я думаю, что, условно, ваши проблемы можно разбить на две части. Первое, это, собственно, самые изменения, которые вы хотите. И второе, то, что вас не устраивает то, что на данный момент есть в вашей жизни. Смотрите, изменения всегда должны быть ради какой-то цели. Причем цель изменений должна быть, ну, или, по крайней мере, желательно, чтобы была более-менее значимой для вас. Если цель изменений для вас не значимы, то есть вероятность, что ничего у вас не получится, и изменений никаких не произойдет. А чувство вины и обечелания будет и будет достаточно серьезным. Поэтому, как измениться, чтобы что? Это первое. То есть, вопрос изменений всегда, или почти всегда, идет из головы, из интеллекта, из рационального. Дальше, вы говорите, меня не устраивает ни работа, ни отношения, а мне нет интереса к жизни, все кажется мрачно. Смотрите, здесь достаточно будет, если вы начнете следовать себе, следовать своим чувствам, следовать своим эмоциям, следовать своим желаниям, и меньше следовать тому, что надо. То, что у вас нет интереса к жизни, это такая депрессивная история, депрессивное состояние. То, что у вас нет интереса к жизни, свидетельствует о том, что вы подавляете его тем, что надо, должен, необходимо, и вот все такое прочее в этом ключе. Вот, на самом деле, ничего хорошего в этом нет, на самом деле, ничего хорошего в этом, в принципе, быть не может, потому что, ну, там где надо, и то, что надо, это далеко не всегда идет с тем, что хочу. И вот, нужно найти баланс между тем, что надо, и тем, что хочу. Причем, то, что хочу, надо заслуживать особого внимания в вашем случае. Вот, поэтому, как я подозреваю, речь идет здесь о том, что вы хотите заставить себя измениться, только потому что вас что-то не устраивает. Поэтому вы не понимаете, что не устраивает вас именно потому, что вы пытаетесь себя заставлять. Пытались и пытаетесь это делать дальше. Поэтому, мне кажется, что вот, отказ от того, что себя заставлять и прислушиваться к своим чувствам, очень важно. Отказаться от того, что себя заставлять и прислушиваться к своим чувствам, это очень важно. Мне думается, что именно в этом кроется ответ на ваш вопрос и решение проблемы, которую вы обозначили. В целом, довольно мало информации вы о себе представили, то есть очень общая такая история, очень короткая история, и для более подробного ее разбора необходимо, конечно, с вами поработать индивидуально, побеседовать, со всем разобраться, тогда уже можно будет говорить о том, чтобы выработать какие-то... Ну, какие-то рекомендации вам, в том числе, и наметить некие пути психотерапии. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!